Для обеспечения безопасности в испанском полуанклаве Сеута привлечены военные. Накануне всего за один день 6 тысяч мигрантов вплавили на надувных лодках, проникли на территорию города, расположенного на северном побережье Африки, из Марокко. Как минимум полторы тысячи из них – несовершеннолетние. «Мы обеспокоены тем, что не менее 6 тысяч человек, среди которых большое количество детей, плыли в Сеуту, подвергая свою жизнь опасности. Многих пришлось спасать. Один человек погиб». Сейчас самое главное, чтобы власти Марокко продолжили выполнять свои обязательства по предотвращению неправомерных выездов из страны. И чтобы те, кто не имеет права оставаться в Испании, были организованы и эффективно возвращены туда, откуда они прибыли. Власти Испании уже отправили обратно в Марокко 2700 нелегалов. «Правительство намерено защищать территориальную целостность Испании, её границы, одновременно внешние границы Европейского Союза и, главным образом, безопасность наших соотечественников, их спокойствие в любое время, вне зависимости от характера угрозы, всеми имеющимися средствами, совместно с нашими европейскими партнёрами». Гуманитарный кризис стал следствием кризиса дипломатического. В Испании проходит лечение генсек-фронта Полиссарио, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. Власти этой страны ранее предупредили Мадрид о возможных последствиях. «Это шантаж. Мигрантский вопрос используется как способ давления на государство-член ЕС, на Испанию. Испанское правительство зависит от марокканского. Одно оно не сможет остановить нелегальные переходы границы. Подобная зависимость наблюдается и в случае Греции по отношению к Турции, в том, что касается прибывающих оттуда беженцев». Для многих мигрантов с африканского континента испанские города Сеута и Мерилья – ничто иное, как врата в Европу. В прошлом году сюда, несмотря на риски для жизни, прибыли более двух тысяч человек. Годом ранее – почти восемь тысяч. Продолжение следует...